Минута терпения, 10 лет комфорта. Эта итальянская пословица как нельзя кстати подходит теме нашего сегодняшнего выпуска. Формирование комфортной городской среды – национальный проект, который стартовал в этом году. Его цель – сделать дворы и общественные пространства современными, а главное – комфортными. Чебоксары тоже участвуют в этом проекте. Как меняются улицы города? Узнаем прямо сейчас. Впервые о проекте благоустройства заговорили в конце прошлого года, причем на самом высоком уровне. Эту идею озвучил президент страны Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию. Еще раз хочу обратиться ко многим из вас. Не прятаться в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми, идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативу. Особенно, когда речь идет о таких вопросах, как благоустройство городов и поселков, сохранение исторического облика и создание современной среды для жизни. В будущем году мы направим регионам 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе в моногородах. И дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь. На реализацию программы формирования комфортной городской среды Чебоксары получили 161,3 миллиона рублей. Из них 139,5 – федеральные средства, остальные – из республиканского и муниципального бюджетов. Распределили их так. 2-третьих, это 107,5 миллионов, пошли на благоустройство дворов, а оставшиеся средства – 53,8 миллиона на благоустройство общественных пространств. Каким должен быть двор мечты? Удобные скамейки, новая игровая площадка или вместительная парковка? Несколько месяцев районной администрации проводили общественное обсуждение. Чиновники, архитекторы и сами жители решали, что изменится в первую очередь. Сейчас рабочие укладывают новые асфальты бордюры. Тротуары, пешеходные дорожки уже в стадии завершения. Вот так меняется один из дворов по улице Совхозная в поселке Лапсары. Особенно около второго дома большие ямы были. Вместе с Лидией Маркеловой и ее внучкой Мирославой мы идем по одной из будущих дорожек. Нужно смотреть под ноги. Ремонт в самом разгаре и пока положили лишь щебень. Особенно красиво в центре. У нас елка была. Она сейчас как центральную площадь тут сделали, круговую. Тут обещали нам скамейки вокруг поставить. Но кое-что оценить уже можно. Уличные тренажеры и качели ждут установки. Баскетбольная площадка и игровой комплекс почти готовы. Горка, новая горка очень красивая, конечно. Для детей вот вроде не железная. Очень удобная, чтобы спускаться. Дискатились очень хорошо. А то некоторые железные качели там раз и падают уже. Мирослава с нетерпением ждет, когда горка будет готова. Прокатиться хотят и другие ребята. Егор Сергеев за стройкой наблюдает каждый день. Я жду, когда построили детскую площадку. Мы ходили на другую площадку, играли там. Это тут старая площадка. Ждать Егору и всем остальным жителям двора осталось недолго. К началу ноября все работы должны завершить. Кроме новой площадки и асфальта, в этом дворе расширяют парковки и меняют столбы освещения. Общая сумма ремонта больше 6 миллионов рублей. Часть средств вложили жильцы. С каждой квартиры около 500 рублей. Вообще-то вообще не верила, что это как-то в нашем дворе может получиться. Хорошие затеи, конечно. Наконец-то взяли за наши дворы. Работа кипитой в одном из дворов по улице 50 лет Октября. По проекту здесь будет большая спортивная площадка на несколько домов. Установят тренажеры и скамейки. Укладывают новый асфальт перед подъездами, строят новые пешеходные дорожки. В целом все виды работ во дворах идентичны друг другу. А все потому, что в проекте уже заложен обязательный перечень работ. Ремонт проездов, освещение, скамейки, урны. Остальное, а это детские и спортивные площадки, парковки и озеленение, жители выбирают сами. Подходили комплексно при подборе объектов, чтобы мероприятия по другим программам выполнялись в прилегающих территориях. Допустим, по БКД, ремонт дорог, по другим программам, капремонт домов многоквартирных. Если говорить конкретно про эту территорию, вы видите, что здесь планируется хорошая площадка. Здесь мы, считаю, подошли комплексно и учли все пожелания наших жителей. И считаю, что двор, конечно, когда закончится работа, очень сильно преобразится и будет действительно таким благоустроенным. Комфортную среду формируют и в столичных общественных пространствах. Сквер имени Константина Иванова – один из них. Он же – один из первых в Чебоксарах. Место отдыха горожан появилось в 30-х годах прошлого столетия. И с тех пор ремонта здесь не было. Потрескавшаяся балюстрада, разбитая асфальтой лестницы – такой была визитная карточка Чебоксар на протяжении многих лет. Здесь мы раньше в молодости все гуляли. Конечно, время идет, все меняется, все должно измениться. Я считаю, что правильно было принято решение реконструировать. Надо обязательно скамеечки, ну, может быть, какие-то водички попить, где-то что-то было. Я смотрю, как бы начали еще реконструкцию. Ну, я рада, потому что он нуждался в ремонте. То есть у нас теперь, по крайней мере, в той части, как в Рио-де-Жанейро. Все правильно делают. Разговоров нет. Мы постоянно здесь гуляем же. Смотрим. Все красиво. Все преобразуется. Сейчас идет первый этап реконструкции. Сквер обновляют от знаменитого Цыковского дома до Свято-Троицкого мужского монастыря. Строители прокладывают коммуникации, меняют балясины, укладывают пешеходные дорожки. В данный момент все работы ведутся в присутствии археологов. То есть они наблюдают постоянно за работами. Уже появились какие-то находки у археологов. Поэтому мы взаимодействуем очень тесно и с археологами, и с Министерством культуры. В нашей республике. Воссоздать исторический облик и вместе с этим сохранить историю – основная задача при проведении работ. При разработке дизайн-проекта, естественно, учитывалось, что это историческая часть. И изменения, которые мы вносим, по минимуму касались того, что существовало до этого. Мы улучшаем качество, в первую очередь, твердых покрытий. Мы предусматриваем стилизованные под старину, но современные красивые светильники, которые отвечают как раз-таки веяниям 50-60-х годов прошлого века. Предусмотрели там малые архитектурные формы, которые также стилизованы под 50-60-е годы. Особый подарок старожилам – восстановленный фонтан. Когда-то он стоял недалеко от монастыря. Первый этап реконструкции завершат к концу ноября. Всего уже в этом году ремонтируют три общественных пространства и 25 дворов. Подробнее узнать о каждом объекте можно на сайте «Реализация программ» в сфере ЖКХ. За дизайн каждой территории отвечал один проектный институт – «Чуваш-граждан-проект». Сложнее было работать именно по дворам. На тот момент, когда мы уже приступили к разработке массовых проектов по дворам, мы уже озадачились не только тем, что нужно сделать красивый проект. Мы еще озадачились, во-первых, тем, что эти объекты, эти мафы, скульптуры, фонтаны, надо же понимать то, что ты их сделаешь, потом их нужно же содержать. Мы хотели в первую очередь услышать то, что хочет получить сам житель этого двора, то есть отталкивались от его потребностей. Чтобы проекты стали реальностью, с минимумом отличий, институт ведет авторский надзор. У нас заключены на проведение авторского надзора соответствующие договора. Мы следим за тем, чтобы подрядчик выполнял все решения в строгом соответствии с нашим проектом и не даем отступать от условий проекта. Планшет и специальная программа. Все, что нужно, чтобы поставить двор на учет. Клумба, скамейка или, например, горка. Координаты каждого элемента определяются автоматически. Вместе с фото все данные отправляются на всероссийский портал ГИС ЖКХ. Инвентаризация одного-два раза занимает всего 40 минут. В связи с реализацией данного проекта мы столкнулись с такой проблемой о нехватке полной и достоверной информации о стоянии дворовых территорий и общественных пространств. В связи с этим вышло постановление правительства Российской Федерации о инвентаризации дворовых территорий. Собранные данные должны помочь специалистам понять, где в первую очередь нужно перестелить асфальт, где обновить освещение, а где не хватает скамеек и урн. Всего в Чебоксарах 1212 дворов, и каждый уже проверили. Инвентаризацию необходимо, чтобы составить список дворов участников программы на последующие годы. Понятно, наверное, в первую очередь будут включаться адреса, где имеется большая потребность в проведении этих работ. Но при этом все равно будет обязательное требование проведения общественных обсуждений с жителями и участие жителей самих в проведении этих работ в определенном размере. На этот год это не менее 3%. Я думаю, на следующий год тоже такой уровень софинансирования у нас сохранится. Ну и инициативу никто не отменял. Чтобы получить возможность сделать свой двор комфортным, нужно обратиться в районную администрацию и предоставить протокол общего собрания жильцов. В Чебоксарах наступают большие перемены. Столичная администрация формирует новые правила благоустройства. Это одно из требований федеральной программы формирования комфортной городской среды. От парковки и наружного освещения до доступности среды для инвалидов. Данный документ охватывает все сферы жизни города. Общественные обсуждения состоятся 7 ноября. И вы, уважаемые горожане, можете высказать свое мнение. Это была передача «Комфортный город». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова